Здравствуйте, уважаемые зрители канала Баланс ТВ, студии Дмитрий Чигаев. В нашем мире очень много противоречий. В нашем мире происходит противостояние между народами, между семьями. Подчас бывает полезно обратиться к нашей истории, обратиться к тем великим личностям, которые были в ней. Мы поговорим сегодня об имаме Шамиле, об имаме, который был третьим имамом Чечни и Дагестана. Это наша тема сегодня — имам Шамиль. И имам Шамиля был очень человеком не только разносторонним, но, можно сказать, и противоречивым. С одной стороны, он рьяно воевал с Российской империей, но, с другой стороны, он завещал своим детям, своему народу и последователям дружить с Россией, быть в мире с ней. Казалось бы, такие противоречия, но, тем не менее, это всё об одном человеке, о великом учёном, о могучем воине, о знаковой личности в истории. Поговорим мы сегодня на эту тему с нашими гостями. У нас в студии Казиев Шапи Магомедович. Добрый день. Писатель, драматург, сценарист, автор книг, в том числе автор книги «Имам Шамиль». И Магомед Шапиевич Казиев, кинорежиссёр, участник международных фестивалей, а также режиссёр фильма «Шамиль в России». Здравствуйте. Добрый день. Первый вопрос к вам. Шапи Магомедович, что вдохновило вас изучать эту личность, изучать «Имама Шамиля», писать книгу о нём? Ну, я могу ответить очень просто, потому что я родился в Дагестане, как вы понимаете, и жил в такой атмосфере, где все говорили о Шамиле. И вместе с тем я очень любил книги, литературу и собирал серию «Жизнь замечательных людей». И меня всегда удивляло это противоречие, что все говорят, что он такой замечательный был герой и так далее, а в серии «Жизэл» о нём книги нет. Я не мог себе представить, что мне придётся восполнить эту, так сказать, нишу. Подплубил. Да. И вот мне довелось это сделать. А началось всё с того, что я, когда учился в Абгике на сценарном факультете, нас посылали на практику, чтобы узнать жизнь народа, чтобы мы не очень отрывались. И нас, один из этих семестров, нас послали в Калугу. И кто-то на радиоламповый завод, кто-то ещё куда-то ходил. А я вдруг увидел там дом Шамиля. И меня это очень заинтересовало. Думаю, как это так? И оказалось, я тогда очень мало знал о Шамиле. Ну, так, кроме общего. То есть вы были удивлены, как так встретить. И вдруг в Калуге я вижу роскошный особняк на дом Шамиля. То есть это место, где Шамиль в почётной ссылке провёл 8-9 лет со своей семьёй. И я, конечно, заинтересовался, начал ходить в архив местный. Увидел много массу неизвестных документов и для историков, и так далее. От донесений полицейских до того, что он дружил с губернатором, и так далее, и так далее. И начала для меня эта личность открываться по-другому. Шамиль не воевал с российским народом. Потому что никакой народ не хочет войны. Он просто вынужден был защищать своё государство, имамат. А в России он увидел другой народ. Там были штыки и солдаты, а здесь были простые люди, такие же, как и горцы, которые также хотели свободы, мира, счастья и нормальной жизни. И с ним, Шамиль, конечно, там с ним произошла некоторая эволюция. Он увидел, так сказать, уже по-другому всё это посмотрел. И увидел, насколько эта Кавказская война имела международное какое-то значение, как это влияло на державы, на взаимоотношения держав. И многие его взгляды перетерпели некоторые изменения. Хотя он от своих принципов как бы не отказывался. Но, с другой стороны, он понял, что народ Дагестана лучше быть с Россией. Потому что тогда как раз при Шамиле отменили крепостное право. То, что он делал на Кавказе. То, что он отставил свободу и равенство. А он и отменил. На Кавказе же, когда он начинал свою деятельность, там же было и почти рабство, феодальное отношение и все эти дела. Он же справедливился, останавливался между народами. Он как бы и не собирался воевать с Россией. Он хотел, чтобы его народ жил, так сказать, по праведным законам. Гамиль, хорошо. Вот с отцом, понятно, значит, он встретил дом, в котором имам Шамиль останавливался с семьёй. А мы знаем сильные семейные традиции на Востоке и на Кавказе. Явилось ли то, что вы сделали, может быть, такое продолжение или подарок своему отцу, сняв художественный фильм? Документальный. Я прошу прощения, документальный фильм. Ну, моё знакомство с Шамилём вообще было с детства. Я смотрел на полку, где стояли книги, и имам Шамиль с такой бородой смотрел на меня. Но я особо в эту тему не вникал. Когда чуть-чуть вырос, уже прочитал папину книгу Жозел и познакомился с Шамилём. И мне это стало очень интересно, потому что такие великие люди. Я считаю то, что молодёжь должна вообще знать о том, что было раньше, потому что, смотря в историю, можно многому научиться у таких людей. И появилась такая идея, потому что я уже начал что-то снимать, поступил на режиссёрский. И мы решили снять документальный фильм, нашли поддержку. Вот имам Шамиль, он ведь был вождём национально-освободительного движения, создателем демократического государства, имамата которого мы сегодня сказали. 25 лет он стоял во главе противостояния вот этого войскам народной Российской империи. В Кавказской войне был успешен как воин и как организатор. На Ваш взгляд, каковы были, в чём была сила, может быть, в чём была слабость? — Ну, когда говорят о периоде Шамиля и Кавказской войне, всем почему-то кажется, что Дагестан был такой обособленной отдельной какой-то страной, и вот Россия пришла как бы и напала. Но это такой примитивный и невежественный взгляд на историю. Дело в том, что Дагестан тогда представлял из себя такой конгломерат избольных обществ, ханств, феодальных каких-то княжеств, ну, самых разных государственных устройств. И тогда был такой период, когда Россия воевала с Персией. Ну, вот история с Грибоедовым, там, вы знаете, да, Георгиевский трактат, когда с Грузией был подписан. То есть Россия помогла освободиться от персидского, турецкого ига, ну, ига или там, хоть владычество Армении, там, Грузии. Ну, там, вот сейчас территория Азербайджана тоже и так далее. И Дагестан оказался как бы вот в кольце этого всего. Вот, потому что как бы за поляки воевали на его? Понимали, что им лучше иметь хорошего покровителя, такого мощного, как Россия, потому что Дагестан бесконечно терзали то персидские нашествия, то турецкие и так далее. Вот, и все как бы, так сказать, они обрели хорошего покровителя, мощного, сильного, и они были в чинах, генералы там уже русской, царской армии и так далее. Вот. Ну, а в горах там вот эти вот вольные общества, которые оставались, это были такие республики, понимаете. Там были свои, как бы, конституции, то есть такие своды законов. А ханы дагестанские, ну, как бы, феодалы, скажем так, они, обретя такого, значит, союзника и мощную, так сказать, поддержку, они начали, как бы, попытались свои права, так сказать, расширить, понимаете. Распространить. Да, распространить и так далее. Вот. А, и тогда вера пришла в упадок, потому что никто, так сказать, особенно, так сказать, не руководствовался, хотя вроде все мусульмане были, да, а, ну, каждый хан творил, что хотел. И вот против этого-то как раз и эти имамы начали, так сказать, движение. Они же не с Россией начали воевать. Они воевали с ханами. Говорили, если вы мусульмане, ну, живите по закону, когда по исламу, как бы, все люди равны, не может быть привилегий, не может быть, так сказать, рабства и так далее. Был такой некий расцвет шариатов. Ну, да, а шариаты, что такое, им иногда пугают, а если вот так почитать, что такое, ну, это вот, ну, свод законов, правильно? Как мусульманин должен жить, вот, что ему можно, что нельзя. Ну, ханы попирали эти все законы и так далее. А потому как, мало того, еще в этих вольных обществах у каждого были свои законы, которые иногда противоречили соседским. Из-за этого там вражда возникала, междуусобица и так далее. Вот, и как раз имамы на основе шариата и пытались объединить это все. Сначала вольное общество, потом ханам сказали, что или вы живите, так сказать, как полагается жить, мусульманам правильно. Вот. Или, значит, вот мы не остановимся, пока не приведем это все в единообразие такое. Это такое, ну, это, понимаете, 19 век. Сегодня судить трудно об этом всем. Тогда была другая ситуация совершенно. Вот. А те, естественно, так сказать, когда почувствовали, что вот имамы обрели силу, народ встал на их сторону, они, потому что они освобождали крестьян, зависимых, так сказать, людей от ханов и так далее, давали им воду. Мало того, уже русские начали, россияне, как христиане, переходить в имамат. Для них строились там деревни, церкви и так далее. То есть закон был один. Все равны, так сказать, да, и свободны. Ну, естественно, а в недрах Российской империи такой, значит, островок свободы, так сказать, и демократии, такая вооруженная демократия была, конечно, он был нетерпим. Поэтому... Я считаю, что Россия была втянута в этот конфликт между ханами и горцами. Ну, как бывает, начинают одни, а потом заканчивается вот это все такое народное трагедие. Это и для России была трагедия. Вы почитайте сильных декабристов, которые были сосланы туда и должны были воевать, того же Бестужева-Марлинского, Бестужева, который там так полюбил горцев, что он видел, что они как бы за право и дело воюют. Он их изобразил немножко, может быть, романтически до того, что его книги очень популярны, стали в России «Царь уже Черкесску носил» и так далее. И туда бежали на Кавказ, как на первое свидание, понимаете, молодежь. Вот. И тогда интересная ситуация возникла. Потому что многие сильные поляки, русские офицеры, многие переходили на сторону Шамиля. Я хотел бы процитировать эти его записки. Он пишет. «Я настаивал наибов, знаместников, не склоняйся ни в сторону насилия, ни в сторону насильников. Гляди на своих людей глазами милосердия и заботы. Будь для старшего сыном, для равного братом, а для младшего отцом. Если будешь вести себя несправедливо к народу, то вызовешь прежде всего на себя гнев Всевышнего, а затем гнев мой и народа своего». Далее он пишет, что «я горжусь, в моем государстве не было ни ханов, ни рабов. Все люди были равны между собой. Это свобода, это равенство народов и людей. Мое завещание вам». Как актуально то, что сегодня сегодня. Ну, это современная, скажем, российская конституция. Возьмите, все равны и свободны. Мы многонациональный российский народ. Это очень важная вещь. Люди должны это понимать. Некоторые думают, что Шамиль только и делал, что только и думал, как бы так с Россией повоевать. А он изменил народ. Я вам скажу так. До Шамиля были там, там же еще много народов у нас. Лакцы, аварцы. Вот мы аварцы, например, как Шамиль. Там даргинцы, лесгины и так далее. Самобытные, удивительно яркие, интересные народы. И общество. Они все жили немножко порознь. А вот при Шамиле все стали дагестанцами. Он объединился, все-таки, с свой народ. И вот это вот его завет о свободе и равноправии. Он привел к тому, что министр Чернышев, военный министр российский Чернышев, он, когда Шамиль, кстати, имел большие успехи, отбивал крепости и так далее, он приехал туда как бы с ревизией. Он посмотрел на это все и сказал, сие есть республиканское правление, противное нашему устройству. Надо это дело как бы прекращать. Но вот видите, эта история показывает, что вот эта горска людей, и, кстати, ведь очень мало людей было, отстаивая свою свободу как бы независимости. Потому что они же, люди как понимали, что сейчас как бы, да, они, царские войска все это захватят и сделают из них крепостных или там рабов. Как в России же были крепостные. Ну да, под одну гребенку. Ну да, там же, так сказать, естественно, потому что как в Грузии там царство было, а потом уже стало Тюфлийская губерния, понимаете, там все это менялось. Естественно, так сказать, ну естественно, кто-то и подогревал там, ну чтобы так сказать дух поднять и так далее. Что вот Магомед, вот отец говорит о том, что имам Шамиль — это не только воин, не только махал шашкой. Как вы можете прокомментировать высказывание имама о том, что маленькие народы должны иметь большие кинжалы? Как вот это воспринять? Ну, может быть, он имел в виду, что они должны защищаться, если их захватят. Так же, как Дагестан стал маленьким народом, и когда была война, естественно, это звучит в оправдание того, что все защищались, тем более, что там и женщины, и дети бросались. — Ну, это война, да. — Ну, кстати, я могу добавить, что эта фраза имеет глубокие корни, до Шамильевской. Вот у нас любят как бы убереться в какую-то тему и вот ее муссировать, даже не понимая, о чем говорят иногда. И никто почему-то не вспоминает. Вот 18 век был такой на Дершах, вы знаете, да, который завоевал там от Дели до... — До половины мира. — До половины мира. — Гроза Вселенной. И вот ему, значит, уже эта половина мира стала мало, он двинулся на Россию. Решил, что и Россию надо, так сказать, захватить. Уже договорился с турецким султаном, что ты там, мол, по Черному морю, а я вот, значит, отсюда пойду. Вот я там, так сказать, мы сейчас захватим Россию, обратим, так сказать, все в наше, под нашу власть. Но ему надо было идти через Дагестан. Ну, Дагестан даже серьезно принимал, потому что там, да, кучка горцев, там где-то, там в ущельях сидят, там, да, и что такое. Это, мол, мы быстро... А у него же была сильнейшая армия, он же из всех завоеванных государств брал лучших воинов или уничтожал там их родственников. Поэтому все воевали. Там чуть не в золотых доспехах они были, после Индии особенно. Он в Индии столько награбил, если вы не знаете, там есть известная фраза, что когда первый верблюд приходил в Табриз в Иране с сокровищами, последний только выходил из Дели. Понимаете, вот такой. И вот при всех этих богатствах, так сказать, он создал гигантскую армию со слонами, с боевыми там, которые из Индии он пригнал, и так далее. И они двинулись на Россию. На пути был Дагестан. И чем это кончилось? Горцы тоже мусульмане, так сказать, что за него не пропустили. Они стали стеной, потеряли чуть не половину народа. Он там из черепов башни складывал, так сказать. Как это ему противится кто-то там? И разгромили этого Надершаха. И защитили Россию от кровавого нашествия. Потому что если Надершах прошел туда, в сторону Астрахани и Дали, неизвестно, что бы было. Там на троне в России сидел Петр или Алексей, маленький, еще маленькие там эти бероны, конфликтовали еще с кем-то там и так далее. Не знаю, чем бы это кончилось, но хорошим бы ничем это не закончилось. Так что горцы, так сказать, в свое время оказали очень большую услугу России. А об этом почему-то все забыли. Шепей Магомедович, я почему ведь и спрашиваю, чтобы не было спекуляций, потому что у нас подчас неправильно действительно трактуют некоторые высказывания. И то, о чем вы сейчас говорите, это очень важно. То есть знать вот эту вот подоплекую историю. Потому что вы правы относительно того, что зачастую что-то выхватывается из контекста и потом какой-то миф, определенный на одной какой-то фразе, вырванной из контекста, пытаются раскручивать. В угоду, опять же, своих 7-минутных интересов. А вот с Шемелем то же самое происходило. Очень интересно. Знаете, когда большевики пришли в Дагестан, они говорят, вот мы тоже с царем боремся, вы, так сказать, воевали, и вот мы тоже. Мы вам свободу, равенство, братство. Горцы, большая часть стала на сторону красной партизаны, там большевики и так далее. Советская власть. Все вроде хорошо. Потом Сталину, видимо, показалось, что только один, может быть, гений, да, или там этот, великий полководец, Шемеля начали эту тему, значит, закрывать. А тот, кто говорил как-то так вот, когда начали, ну, уже, как и в России, как русский народ страдал, так же и горцы страдали. Репрессии и прочее, так сказать, Шемеля вдруг исчез. Стал врагом, там, ставленником англичан каких-то, там, не знаю, откуда они там взялись, там, турок и так далее. Потом началась война. Первым делом Сталин, так сказать, шлет в горы телеграмму «Горцы, будьте достойны памяти Великой Воймамы!» Горцы, так сказать, обрадовались. Женщины снимали с себя украшения, чтобы танковую колонну Шемель построить, которая успешно воевала против немцев. Война закончилась, опять Шемель стал нехорошим. Шемель также ведь не только возглавлял государство Имамат, но он был и духовным лидером. Вот на ваш взгляд, должен ли правитель обладать духовной силой и следовать религиозным принципам? Вот является ли это залогом благополучия народа, сила его? Ну, как мы видим, вот даже на примере России, когда вера была сильна, все-таки и государство было сильное, ну, по крайней мере, до революции, скажем так. Потому что, ну, вот есть Папа Римский, да, вот Шемеля можно сравнить с тем, что он обладал духовной и светской властью. Но вместе с тем у него были учителя, то есть шейхи, которые, даже когда он был имамом, он... Он всегда говорил о том, что я ученик. Да, да, они его наставляли, и без их духовной силы он бы многое не смог сделать. Он с ними часто советовался. Иногда шел на перекор, потому что обстоятельства, может быть, требовали. Вот, ну, конечно, вера, она всегда сплачивает людей, и государство сплачивает. Потому что, когда ничего не остается, все-таки люди обращаются, да, к Всевышнему. Я говорю о руководителях вообще, ведь есть руководители регионов, есть руководители предприятий, есть разные руководители. Отец семьи тоже руководитель семьи. Поэтому я, в общем, больше, наверное, вопрос такой задаю. Лучше, наверное, если он будет следовать принципам, будет относиться к какой-то религии, иметь веру, и, соответственно, у него будет больше совести, ответственности. И, если, допустим, брать ислам, там же свод законов в шариате, государственное устройство, к примеру, которым руководствовался Шамиль. И там ведь все правильно написано. Ну, вот вы инцитировали, Все по справедливости, то есть, если следовать этому, никому хуже от этого не было. Один из самых суровых законов наравне с предательством была коррупция, то есть, с преступлением, ибо она ведет к разложению государства, писал Шамиль, из-за этого безжалостный коралл. Мы затронули вопрос уже, когда Шамиль отдал заложники своего сына с тем, чтобы остановить кровопролитие, остановить войну. Наши российские полководцы не приняли этого внимания, чтобы как-то выделиться. Эта война продолжилась, продолжилась еще 20 лет. И, опять же, чтобы остановить кровопролитие, остановить, спасти свой народ, Шамиль сдается в плен и становится почетным пленником. Тогда у него появляется возможность, получив, в общем-то, и покровительство Александра Второго, появляется возможность увидеть Россию, проехав через всю Россию. Что первое поражает его? То, что Россия очень большая. Даже говорят, что, не знаю, правда он так говорил или нет, что когда он ехал через всю Россию, до Петербурга, он сказал, что если бы он знал, что Россия такая большая, что он бы не стал воевать. Ну да. Не знаю, его это слова или нет. Но ведь его и встречали очень тепло. А вот это его как раз тоже очень удивило. Потому что то, как его встречал русский народ, потому что горцы видели в нем, что защитника, так сказать, правды, справедливости, ну такой простой, народный, как бы, таких понятий, простых народных правде, так сказать, божьей правде. И когда он приехал в Петербург, Чернышевский написал, что такой иллюминации никогда не было, даже когда приезжали коронованные особы. А народ его ждал с интересом и восторгом, потому что о нем уже было написано множество книг, множество людей вернулись с Кавказа. Вражды к Шамилю никто, так сказать, не испытывал. Все, ну, все не все, но они восхищались, так сказать, человеком, потому что одно дело, там, неделю повоевать, там, да, что-то разгромить и так далее. А когда такой маленький народ 25 лет все-таки сопротивляется, и дагесанцы, и чеченцы, и там другие были народы, вот, это, конечно, вызывает определенное уважение, и люди начинали понимать, что они не просто воюют, что, может, на их стороне есть какая-то правда, даже простые солдаты. Они и песни уже народные, там, про Шамиля, ну, я не знаю другого личности в истории, скажем, Кавказа или России, которая бы, оскок художников российских там написала его портреты и так далее. И вот, когда он приехал в Петербург, его очень тоже удивило, что ему в библиотеке, он же был ученый человек, кстати, очень высокой духовности, ему в Петербурге показали публичные библиотеки, вот сейчас национальная библиотека, сотни книг о нем написанных и где-то десятки его портретов. То есть, люди, еще не видевшие его, потому что, ну, кто его мог написать портреты, да, но и плен тоже был такой почетный, он же вышел на условиях определенных, так сказать, что все, кто его сторонники получали свободу, что Дагестан сохраняет свою, как бы, самобытность, права и так далее. И кончилось с тем, что многие наибы Шамиля стали наибами и при царе, потому что люди понимали, что только эти люди могут обеспечивать порядок, так сказать, праведливость, законность и так далее. Фактически то же самое все осталось, как при Шамиле было. И тот же шариат и тяжел. И еще Шамиля очень удивило, вот то, что меня очень трогало всегда. Он, видите, когда жил в Калуге, он мог ездить куда угодно, у него был экипаж подаренный там императором и так далее, но не дали 30 верст. Ну и даже в этой, так сказать, окружности, хотя он в результате мог на самом деле ездить, формально это так было. Он приезжал в разные деревни, заезжал и так далее. Везде находил людей, которые на Кавказе воевали, они приходились и ему клоняли. Он говорит, вы мне чего кланитесь, так сказать, и руки ему целовали. Они говорят, а мы у тебя в плену были, а ты нас содержал, так сказать, по-доброму, так сказать. Первое. А второе, его очень удивляло, что люди безграмотные. То есть читать не умели крестьяне, писать не умели. Безграмотные нищие деревни. Ну да, его это поражало. Он говорит, если он императору говорил. Или у тебя такие деревни, так сказать, зачем тебе эта война на Кавказе, зачем тебе наши эти голые скалы нужны. Не лучше ли было построить, обучить их грамоте, образование, школы, больницы построить и так далее. Но что-то тогда, тем не менее, русские солдаты очень удивлялись. Там захватывают какой-то угол, так сказать. В доме утваря особой нет, так сказать, взять нечего, грубо говоря. Зато книг много. Они очень удивлялись, что все грамотные. А там же безграмотных не было, потому что школы и до Шамиля были, и при Шамиля особенно это поддерживают. Все были образов, ну, грубо говоря, грамотные, читать, писать умели, все это знали. Мы, если продолжим знакомство, тему знакомства Ивана Шамиля с Россией, с Российской империей, как мы уже сказали, что по пути в Петербург он был очень удивлен. Но когда он был в Петербурге, описывал, что он засмотрелся на Исаакиевский собор, и будучи, подняв высоко, он рассматривал купол высоченный, вот этот купол Исаакиевского собора, что даже челма упала, что привело его к такому конфузу небольшому. Но и удивление было как раз в Москве, когда он видел мечеть. Что в Москве есть мечеть. Его мусульмане принимали и так далее. А вот насчет этой челмы, это немножко миф, потому что он же не челму носил, он папаху носил. Просто на папахе была лента такая вот, повязанная. Ну, естественно, когда поднимаешь голову, могло и такое произойти. Но другое дело, что он был поражен, когда они остановились в гостинице Знаменской. Вот. Эти толпы народу, которые окружали и кричали «Ура!», он никак не мог понять, как это. Он с ними воевал, а они «Ура!», ему «Ура!» кричат. Она, конечно, видела Шамеле как бы противоположность этому самодержавию. Как раз свежий воздух. Они об этом думали, декабристы пытались, а этот делал. Понимаете? Они это так воспринимали, потому что это совершенно по-разному воспринимается. С одной, в Дагестане, там, скажем, просто в России и там при дворе. Это разные как бы вещи. Вот. И они, конечно, ему кричали «Ура!», так сказать. И дамы плакали, когда он уезжал в Калугу и кричали «Возвращайтесь к нам еще!». И толпы народа его сопровождали везде. И в Калуге его также встречали. — Изучая историю, что вас, может быть, тронуло вот в знакомстве, когда Шамиль знакомился с Россией, с русским народом? — Ну, вообще, вся эта история меня в целом зацепила. В частности, вся эта яркость, вот этого, как его встречали. И его еще не хуже встречали в Турции потом. Там вообще из пушек палили артиллерийских. Там султан встал с трона. Что касается вот именно самого Шамиля, мне было жалко, что он вдали от родины все-таки столько лет он не мог вернуться, потому что все-таки столько лет он за свою родину воевал, старался сделать, защитить ее, чтобы там все были равны, создал государство. А потом ему вдруг пришлось оттуда уехать и разрушенный Дагестан оставить. И вот это внутреннее состояние мне кажется было очень сложное и тяжелое для него. Потом начали умирать его родственники в России. Дети. Очень у него там сколько у него? В Калуге 17 человек умерло. Это только в Калуге, когда он поехал потом туда, уже во второй части там тоже его Ну да, климат и все, чахотка и прочее. Вот при этом он всегда говорил, писал так же, что я не хотел крови, жертв и страданий народов. Знаете, я уважительно относился ко всем народам. Вот может быть эта ссылка все-таки была жертва для него. Жертва ради своего народа. Ну, само собой. Ну, на самом деле он же потому и вышел. На нем и так было 25 ран, ему страшиться было нечего, но он понимал, что если он сейчас так сказать не остановит не прекратит не остановит уже, да, но это продолжится и веками так сказать будет продолжаться. вот поэтому он как бы стал заложником своего народа и тем самым его спас, потому что там от народа почти ничего не осталось. Шамиль говорит о том, что я считал себя учеником и последователем шейхов Мухаммеда, Ираги, Джамалуддина, веками. Казик Мухаммеда, то есть вот давало ли это силу, давало ли это мудрость? Это шейхи были духовные суфийские шейхи, тарикатские. Вы, наверное, слышали о таком понятии, как Сельсиль, золотая цепь, которая восходит к пророку мирному и благословению. И вот через шейхов эта духовная сила как бы считается, что передается. И вот они просто звенья этой цепи один к другому передает. Ну, я не знаю, чем сравнить. Вот это как бы школа такая. И без духовной поддержки. А вот это преемственность. Да, да, это преемственность вместе с духовной поддержкой. И без нее, конечно, если посмотреть то, что удалось имамам сделать, почти без сил, почти без ничего. Если бы не было этой духовной поддержки, они, конечно, ничего бы такого не достигли, они и сами это признавали. Потому что есть нечто высшее, которое им помогало и которое их поддерживало. Как вы считаете, вот как представитель молодого поколения, что привлекает? Шамиль Магалинович говорит о том, что с высоты своих лет и опыта он понимает, что невозможно обрести несчастье, несвободу через войну. И, по крайней мере, спокойность какую-то. Как вы считаете, почему молодежь сейчас так легко вовлекается в конфликты? в бойне? Во-первых, мне кажется, что в незрелом возрасте очень как-то люди не осознают еще. Хочется... ну, бывают же вот эти там скинхеды, там, такие-то, там, рокеры, рэперы, то есть в какой-то такой тусовке, грубо говоря. Не хочется быть обособленным, хочется принадлежать какому-то движению большинству. Особенно, если недостаточный какой-то, может быть, духовный уровень или мало опыта, когда человеку, к примеру, самому с собой неинтересно бывает. И люди начинают идти за кем-то, какие-то там... Можно ли сказать, что другими словами, если человек не имеет духовного опыта, о котором вы сказали, или не имеет наставника, как мы сейчас сказали, как это важно, и Шамиль, что показал тоже своим примером, что человек пытается примкнуть и приблизиться к какой-то силе, которая очень сомнительна, по большому счету, по своим мотивам, не говоря уже о своем происхождении. Может, он даже не понимает, что это сомнительно ему... Да, вот в этом-то и дело. Как бы в незрелый возраст видят, что круто. Вот если старшие какие-то люди есть вот в этой тусовке, и вот у них там такая команда, значит, вот то, что они говорят, правильно. А вообще правильно ли это объективно? Потому что жизненного опыта мало. Правильно ли это объективно? Не знают. И поэтому... Потеря доверия между поколениями, потеря связей, сказывается ли вот таким образом негативно, что человек не ищет поддержки среди старших, а пытается как-то себя реализовать необдуманно, может быть, не понимая, какие последствия могут быть вот в таких вот кругах, которые, в большом счете, могут привести к чему-то... Ну, соответственно, если нет мудрого учителя, многие люди, многие дети живут в неполноценных семьях. вот количество, допустим, разведенных, по-моему, сейчас за 50% перевалило давно. Судя, больше 80? Ну, да, чтобы не ошибиться, больше половины. Вы можете Дагестаном мерить, может, там все-таки как-то... Ну, в Дагестане вот из-за того, что есть более такая культура в бракосочетании, в продолжении рода, как-то вот в этом смысле позитивно. Ну, там еще все живут близко, все друг друга знают, поэтому трудно, так сказать... Руд, семейств... Ну, да, кто скажет, как посмотрит, потому что если ты там неправильно что-то сделаешь, там до седьмого колена позор будет. Опять же вопрос свобода здесь появляется. У тебя есть семья, у тебя есть ответственность. Некоторые могут не чувствовать, я свободный человек, вот, мне уже надоело жить, допустим, с этим мужем или с этой женой. Когда устои условно, вакуум возникает, вы же понимаете... Непонимание такого условно. Да, легче всего его запомнить всякой ерундой, потому что это не требует умственного напряжения, это очень просто. Подходим к духовной теме, все-таки к той силе, которая давала, что давало силу имаму Шамилю в управлении и быть лидером. Мы часто видим Шамиля с четками, что он держит в руках четкие. Четки это как бы принадлежность такая в исламе, но не только в исламе, это и в разных религиях есть, так сказать, и у монахов, вы можете увидеть четкие, и у христиан, и у иудеев, и так далее. Это же все аврамические религии, все от единого Бога, так сказать, исходят. Поэтому четки привычная вещь, особенно для людей набожных, скажем так, глубоко религиозных, потому что, например, четками считают молитвы, количество молитв, повторенных, еще что-то делают. И вообще четки, они, как вы знаете, наверное, и на Востоке, и даже в Индии, и в тибетских разных науках, они используются, они и тактильные какие-то дают моменты, как говорят ученые, так сказать, они очень, как бы, гармонизируют личность, ну, личность, но ситуацию внутреннюю, духовную. Вот, и это было такой обычной принадлежностью, так сказать, и сейчас в Дагестане это человек, у которого четок нет. Вот, просто в мечетях ими пользуются в основном, вы там горы, их можете увидеть, висят просто, когда читают молитвы, там зикры, то есть там поминовения, молитвы после там похорона или еще чего-то, какие-то ритуальные такие совершаются. Вот, это обычно люди используют, пожилые люди очень часто используют, это их, как бы, привычный, так сказать, образ жизни, но это, с другой стороны, это как бы связь, понимаете, вы, наверное, имели... духовность с другим миром, ну, то есть, вот, это, с религией, такая видимая, физически ощутимая связь. Вы, наверное, имели в виду больше вопрос, о чем он думал в эти моменты, за что молился, как бы, какие молитвы. Я благодарен, Шапи Магомедович, за такой широкий обзор, и тот момент, который вы сейчас отметили своим, таким, я думаю, что тоже очень важен, то есть, да, действительно, о чем думает человек, когда берет в руки четкие, точнее, не выпускает их из рук, как мы видим. Ну, в момент молитвы, это же общение с Богом, вот, как и отец сказал, с тем миром. Ощущение связи. Да, я думаю, что в те моменты, вот именно, когда он находился уже в России, наверное, он молил Всевышнего о том, чтобы те люди, которые ушли, во время войны, за упокоение их души, как бы, и чтобы они попали в рай, и, наверное, и молился за то, чтобы война уже окончательно, чтобы больше не начиналась, и те люди, которые там остались, чтобы они обрели, тоже как-то пришли к нормальной жизни. Благополучие. Спасибо вам, уважаемые гости, за участие. Дорогие друзья, у нас в студии был Козеев Шапи Магомедович и Козеев Магомед. Мы говорили сегодня об имаме Шемеле, о его роли, о его личности. Закончить нашу передачу я хочу словами имам Шемеля. Это тоже выдержка из его наставления своим потомкам. Бедный мой народ, вы вместе со мной искали покоя в войнах, переживая одни несчастья. Оказывается, покой можно найти только в мирной, земной жизни. И не только здесь, а и там, в горах. Может быть, в сложные моменты нашей современной истории нам так не хватает чистоты видения и широты понимания ситуации и процессов. Надеюсь, эти уроки нас научат. Спасибо вам большое. С вами был Дмитрий Чигаев. До новых встреч. Добрые Новости В эфире Добрые Новости. В наш Добрый Магазин поступили особенно добрые товары. Теперь у нас столько доброты, что мы готовы поделиться ею со всем добрым миром. Добрые люди, приходите к нам в Добрый Магазин за добрыми товарами. Добрые книги, добрые специи, добрые семинары, добрая косметика и добрая аюрведа ждут своих добрых покупателей. А для Добрых оптовиков у нас действительно добрые скидки. Позвоните нам по Доброму телефону 8 926 390 07 82 или заходите к нам на Добрый сайт www.dobrodefizshop.com